Я помню первый день войны. Под таким названием прошла литературно-художественная гостиная в Волновском филиале Московского государственного гуманитарного университета на стихи поэта Андрея Дементьева. На экране отрывок из телепередачи «Доброе утро», в которой Дементьев, автор более 40 поэтических сборников и 100 песен, выражает свое отношение к войне. Мы тогда еще были дети практически, а все равно мы многие работали и помогали. Студентам очень хотелось в преддверии 9 мая выразить свою благодарность тем, кто подарил мир на этой земле. Ведь безжалостная война забрала большое количество жизней, лишила многих детства. Весной мы ходили копать огород, картошку сажали на школьном участке, чтобы как-то от голода выжить тот год. Мы стали на лед, на город все чаще. Весну победы эти мужественные люди не забудут никогда. Впрочем, как и фронтовые песни, которые согревали им душу, придавали стойкость и силу. О мелодиях прошлых лет напомнил студенческий хор русской песни «Новое время». Ветеранов войны, тружеников тыла и детей войны, проживающих на избирательном участке номер 9, депутат, директор Анапского филиала МГГУ Елена Некрасова поздравила с наступающим праздником. Мы сегодняшним мероприятием хотим высказать вам свое глубочайшее уважение, свое глубочайшую признательность за то, что сегодня у нас есть возможность учиться, любить, жить, радоваться этой жизни. За то, что сегодня за окном светит солнце. Это только благодаря вам. Приглашенным гостям подарили цветы. Не забыли поздравить и тех, у кого в преддверии Дня Победы день рождения. Галине Афанасьевне Мальгуновой исполнилось 85 лет. Ей выпала нелегкая доля. Юной девочкой в годы Великой Отечественной трудилась на заводе, изготавливала детали для самолетов. Перевыполняла норму. Нам ставили на станки красные флажки. И мы были очень рады. Ну а потом росли. У нас так назывался в Самаре юнгородок до сих пор. Потому что были все юнцы. С Ленинграда эвакуированы, с Орлова, с Воронежа. После войны осталась в авиационной промышленности. Решила, что ее труд будет нужен стране и в мирное время. Это у меня ветеран войной. Потому что трудовое отличие. В этот день участники праздника желали друг другу, чтобы их жизнь всегда освещала великая слава побед русской армии, сила и мощь русского духа, любовь и преданность своей отчизне. Светлана Авилова, Андрей Стародубцев, Игорь Куршаков, Анапа Регион.